От этого воинственного клича Европа содрогнулась более тысячи лет назад, когда в Придунайскую равнину ворвались племена кочевников во главе с Архатханом. Сегодня призыв уже не вселяет в ужас их соседей, как прежде, но до сих пор сплачивает Мадяр и дарит им невероятное чувство единения. Это не просто представление, это весьма эффективный способ популяризации славного прошлого, национальной культуры в целом и показатель мастерства актеров в частности. Этнографический музей на территории Национального мемориально-исторического парка Опус-Тассер словно машина времени переносит посетителей на столетие назад. Такие перемещения помогают постичь глубокий смысл народных обрядов, эстетику предметов декоративно-прикладного искусства, почувствовать экстрим, дух национальных конно-спортивных игр и ресталищ. В этом селении время остановилось на 19 веке. Старые дома периода Австро-Венгерской империи выкуплены, тщательно разобраны и вновь собраны. Один из главных экспонатов ветряная мельница. У местных жителей можно купить продукцию деревенских ремесленников или сфотографироваться с ними на память. Раз в два года Мадяры проводят международный тюркский курултай, уже ставший визитной карточкой этой страны. Основная задача организаторов – познакомить делегатов из тюркских государств со своими традициями, обычаями, кухней, фольклором, чтобы люди воочию увидели родство культур, поняли, что у тюрков и мадяр общие корни. В программе парад пеших воинов и шествий всадников времен гунов, саков, скифов, турков, соревнований лучников, демонстрация боевого искусства мадяр, шаманские ритуалы, непременные условия соответствия одежды, доспехов и оружия тому или иному историческому периоду. Надо отдать должное мадярским специалистам. Они – профессионалы в организации массовых театрализованных представлений историко-культурного характера, а также более сложных в организационном плане батальных сцен. Мастера мадярского военного единоборства баранта демонстрируют, как настоящий джигит должен владеть кнутом. Вообще-то баранта у мадяр тоже, что баранта у казахов. Однако мадяры эту тактику нападения и угона неприятелских табунов переделали в красочное боевое искусство. Крултай 2010 года вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой этнофестиваль Европы. 150 тысяч человек посетили это грандиозное мероприятие. Надо отметить, местный народ не довольствуется простой ролью зрителя. В этот день офисный клерк превращается в пастуха, пенсионер изо всех сил трубит в рог, прекрасная воительница, пронзая стрелой амура свою жертву. Это праздник души. Происходящее настолько захватывает, что почти физически ощущаешь дух эпохи Атилы, Арпада, Кагана-Баяна и только современные гаджеты, которыми иногда пользуются древние гунны, возвращают в реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова